Свадебная лихорадка. В России наблюдается брачный ажиотаж. После начала мобилизации желающих узаконить отношения по всей стране стало больше в десятки раз. Роспись за один день и сразу же отправка в армию. Некоторые ЗАГСы из-за наплыва заявок работают круглосуточно. Почему после получения повестки так много россиян отправляются расписываться, расскажем в сюжете. Бойка! 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 Мобилизация в России стала основанием для ускорения процесса регистрации брака. Те, кто получил повестки, создать семью могут в день подачи заявления, а не через месяц, как раньше. Вместо белых платьев, спортивные костюмы, а смокинги заменили военной формой. В остальном все стандартно. Кольца, цветы, поцелуи и обещания дождаться со службы. Многие из тех, кто решил узаконить отношения после призыва в армию, уже имеют общих детей и проживают вместе не один год. Служить, значит, служить. Душа болит все равно. Но все будет хорошо. Сейчас в ЗАГСах ажиотаж. Некоторые из них работают круглосуточно. Расписывают по несколько пар одновременно. Часто даже на плацу. Вот приехала сюда, к нему, для того, чтобы заключить брак. Если мобилизованный получит ранение или погибнет, жена сможет претендовать на так называемые гробовые. Мы уже мобилизировали. Это наше совместное желание. Это может быть одной из главных причин свадебного бума в России. Хитрый взгляд жены намекает на скорый раздел имущества и 3 миллиона сверху. Плюс пенсия по потере. Молодцы! Новый уровень золотоискателей. Я надеюсь, что желание этих дам исполнится, и они получат ладу. Думают, что гробовые получат? Сначала надо доказать, что военнослужащий погиб, и есть официальные документы. Ваш брак зарегистрирован. И с сегодняшнего дня вы стали законными мужем и женой. Исходя из роста числа бракосочетаний, стало возможным подсчитать, скольких россиян мобилизовали в стране. К примеру, в Бурятии среднее количество браков в неделю возросло с 80 до 600. В Камчатском крае с 50 до 150 в неделю. В Пермском крае с 300 до 800. В Республике Мариэл с 70 до 160. В Новгородской области с 70 до 170. Журналисты издания «Медиазона» использовали данные переписи населения 2021 года. Зная число свадеб мобилизованных и количество живущих вне брака пар в регионе, они подсчитали процент мобилизованных. По этим подсчетам выходит, что в России к началу октября призвали как минимум 490 тысяч человек в возрасте от 18 до 49 лет. При этом власти России в сентябре обещали – мобилизуют не более 300 тысяч человек. Однако в указе Владимира Путина точная цифра засекречена.